По разным параметрам этот выбор был произведен. Меньше всего в нем было романтизма или самообмана в том смысле, что нет ни малейшего сомнения, что прекрасно понимали о ней, что такое. Вот эта огромная империя, прекрасно они понимали, что во всяком случае те, кто осуществлял Зураб Маккаев, который там 10 лет прожил, можно 10 лет прожить в стране и не знать, что она такое. Нельзя. Но он бывал и в Турции наверняка. Это не документировано, но наверняка. Он знал эти языки, пишет персии, иранские он тоже знал. И живя в дворе правителя Картли, там он получил образование как представитель знатного рода. И, соответственно, этим своим представлением он обманываться, конечно, не мог. То есть там были объективные, практические, прикладные задачи решены. Там было совершенно ясно, что те две восточные империи ничего не смогут предложить осетинам. Что это гибельно. Эти империи контролировали те территории, на которые осетины уже выселялись и вынуждены были идти под чужой игой и ассимилироваться. С этих территорий, под знаменами этих государств шло постоянное завоевание, агрессия в отношении Осетии. А тут появляется новое. Их соперник. При этом осетины чувствуют себя православными. А это государство с государственной религией православия. При этом оно, это государство, Россия, имеет совершенно ясные практические цели. На Кавказе хочет туда как можно скорее войти. Ей мешают те же, кто мешает осетинам. Ну, то есть здесь, альтернативы там нет. Вот так надо сразу сказать. Там долго раздумывать было не о чем. Надежный союзник. Вот то, что нам надо. Подходит по культурному формату. Они, конечно, религиозную часть прекрасно понимали. А что касается, скажем, этнокультурной, они ее, конечно, рассматривать не могли. Потому что, то есть, то, что славяне и доевропейцы, как и, скажем, Астин, как и Алланы. Значит, это мы знаем, что там шесть или более тысяч лет назад, значит, это был один конгломерат племен, один язык, с которого произошел и русский, и французский, и иранский, кстати говоря, и осетинский, там, и так далее. Да, это все наука в девятнадцатом веке выяснила. А, значит, тогда такие цели прагматические были. Значит, вот они выбрали это государство. Вот таким образом на основе народного волеизъявления произошел выбор для себя, национального государства. Поэтому Астин, в отличие от некоторых других пользователей, и сегодня осмысляет Россию как свое государство. Астин будет разговаривать, ну и вот, значит, пару дней назад на госэкзамене вышло, значит, студентка, даже не из Владикавказа, а из районного центра, скажем. Это типовой пример. И, значит, рассказывая о Древней Руси, стало говорить, мы жили там-то, мы боролись с теми-то, вы это кто? Вы русский, да? Ответ, да, мы, это мы, это на. То есть, Древнюю Русь, не говоря о России, Древнюю Русь, вот, так сказать, провинциальная Осетия воспринимает как мы. Значит, вот, понятно, что это некорректная форма выражения, понятно, да, но, значит, зато она хорошо проявляет реальную ментальность. Значит, вот, откуда она происходит? Может она происходить из ситуации, когда тебя завоевали, там, или за шкирку куда-то втащили? Нет, конечно. Значит, тех, кто реально участвовал там в каких-то завоевательных и прочих, значит, мы тоже знаем и знаем их представления. Они не совпадают с нашими. И в этом смысле, значит, ясно совершенно возвращаясь в 20-й век, в начало, скажем, что, когда эта империя разрушилась, то, значит, сразу актуализировался вопрос, что же делать? А это эпоха, когда хорошо все документировано. Значит, самое замечательное то, что и не только в, такие примеры есть внутри страны, внутри России, такие примеры есть. Значит, осетины на своих съездах решили, что при всех вариантах развития событий они остаются в составе России. При всех вариантах, что бы ни произошло с Россией, вот она, все это происходило достаточно рано. Остины сразу после Жевральской революции начали собирать свои съезды, как народ, так сказать, зрелый, значит, и активный политический. И уже первые два съезда все вопросы решили, они создали вплоть до армии оборонительной, вплоть до военной доктрины, значит, оборонительной, на, значит, период беспорядков. В 17-м году, до Октябрьской революции. Это произошло весной, летом, 17-го года. Значит, и сразу было, Осетия едина, они приняли однозначно, бесповоротное решение, Осетия едино в административном смысле. Это было актуально, потому что после присоединения Осетия, потом освоение всего Кавказа, значит, в течение первой и третьей, значит, 19-го века это в основном произошло. Осетия была разделена на три основных административных части. Почему на три? Очень просто, в соответствии с теми тремя зонами влияния, которые были Кабардинская, Восточно-Грузинская, Иранская и Западно-Грузинская, значит, Турецкая. Вот, в соответствии с этим, и все же это было живо, вся эта агентура на местах, все эти лоббисты, коррупция, так сказать, российское государство до сих пор славится, значит, коррупционными схемами. Значит, все это, значит, заставило Осетию делить не только, значит, рациональный смысл, это и вот ложь, это прикрытие, что, дескать, в горах зимой тяжело, мол, дороги сосыпаны снегом, через перевалы не пройдешь. А что же вы тогда, значит, скажем, Зарамак отнесли к, вместе с Кударским ущельем, к, значит, Рачинскому уезду? А что же вы тогда, значит, НАР отнесли к, вместе с другими грузинскими местами, через, не с осетинскими даже, с какими, то есть, ничего разумного, рационального, привязанного к географии, к удобствам, к транспорту, там нет вообще ничего, абсолютно. Значит, это все, еще раз повторяю, на уровне прежних агентурных сетей и привнесенных российских коррупционных, значит, механизмов было разделено по вот этим, значит, административным, так сказать, мелким этим. Значит, три основные, одна, один, значит, самая меньшая часть, юго-запад, это, да, никакого отношения к разделению границы по хребту, что очень важно, это не имело. Значит, граница по хребту ничего общего не имеет нахождение Казбекского района, сейчас он иначе называется, но это Северный Кавказ, почему это грузит? Друг остался странным. Это историческая Осетия, кстати. Это, значит, незаконно отторгнутый, значит, территорий Восточной Осетии. Значит, это одна из важнейших задач, кстати говоря, исторических задач, восстановить то, что еще возможно восстановить. Я считаю это принципиально важным, потому что в 21-м году эта территория была включена в состав, значит, по Конституции, проект, который хорошо известен и опубликован, была включена в состав Республики Южной Осетии, она тогда была уже республикой, но ни статус Республики не был пропущен, ни эти территории не были, как бы их отрезали. Продолжение следует...